начинаем так это переписка можете писать читайте нужно и режиме на этом и брат здравствуйте приглашаю всех чат ватсап я еще сантом не был значит а ну-ка нажму не видя это видео я про исключать присоединиться будем присоединяться и чат телеграм как и далеко всего этого приветствую нашего повещая пропагандируем выращивание садов по методу железового заказать книги обучающие видео косточки для поращивания семки и так далее так посмотрели это дал мое объявление он как бы сказать самый талантливый из нас потому что он еще и компьютерщик великолепный там я ничего не принимаю поэтому у нас сложилась такая система уже все знают сергей саженцы информационное обеспечение вот она просто более железов семечки косточки серенки и консультации поехали дальше виктор здравствуйте бухтияров всегда на месте по моему 199 рада гусева емилианов здравствуйте вот на зрел вопрос пришла осень выросли прививки груш яблок и слив на самостоятельный по двоях где по две почки на хорошо растут вот беда то есть где верхняя вертикальная прошла а нижняя почти горизонтальная а есть наоборот что с этим делать а есть две почки примерно одинаково вертикально а еще ветра начал ломать хорошие прививки на боковой веточке ветра подвязывать же надо более подвязывать что посоветуете елена сразу сказал подвязывать 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 вот это раз потом вспомните что час назад мы с вами любовались на вот такой вот саженец да вот такой вот одна одна чуть сторону то россии на сторону вот так вот и все что я мог я сказал с каждой работать индивидуально и идеальных советов не бывает отрежешь вторую которая менее цены или менее вертикально вот получишь рано впереди зима это кстати уже до весны ничего не трогать все обрезки это послугат это навсегда потому что ни один человек на планете по моему этого не написал кроме меня обрезки только ранней весной в начале сокодвижения сокодвижения это ремонт дерева больше никогда иначе получите незаживающую рану весенний обрезка тоже незаживающая рана но относительно и вообще запомните и повторяйте в виде если сам железу но я уж так извините что себя выставляю за всю свою жизнь не встретил ни одной зажившей раной за всю жизнь а я их видел не сотни не что какие сотни тысячи ни одной зажившей я не видел по возможности их делать не надо помните мои советы вот мортик надо обрезать вот таким кранатом да еще из этого сам не гниющим из органического материала ну и так далее мы же это проходили если вы более точно нужен совет присылайте мне фотографии они будут интересны все выйдет или хотя бы вы я скажу вы тут делаете так а здесь все таки можете отрезать отрезать вы больно на носить его от него бою так федосеева здравия снегирев тоже доброе время суток лобасов добрый вечер Олег Мезинов здравствуйте так никто не признался теперь все скромность одарел а Олег так Виктор да в своей косичной комнате находит работа поедание новых книг когда запустили печать заказ я ее сделал жду не дождусь значит смотрите книги на выходе то есть оплата должна была пройти день-два назад это мне информация от Павла не полная конечно значит далее 10 дней якобы будет печатать эти экземпляры я не знаю сколько я где-то прозвучало от него же полторы тысячи стоит тех кто заранее заплатил пол цены вот ну так получается что будем считать что печать запустили а дальше ничего пока сказать не могу заказ вы сделали может просто заказали может вы оплатили ее по это самое тиражирование я этого не знаю значит дальше вопросы пожалуйста задавайте Павлу когда ко мне придет пол тиража тогда я уже буду включу ее в каталог свой и буду продавать пока больше добавить ему кроме того что время идет процесс идет позавчера должна была быть оплата и наверняка сейчас ее печатают почти наверняка так не знаю как у остальных в моем брянском районе все сильно опаздывают созреванию погода постоянно все вы что в Сибирь переехали вместе со своим в моем брянском районе а что у вас еще это опаздывает созревание мы будем считать что опаздывает но ничего страшного не случается все равно еще до зимы далеко посмотрим Галина добрый вечер Виктор уважаемые друзья садоводы подскажите пожалуйста можно ли перепривить лучи не понравился вкус сливы и рады сартов привить хочу сарта красномясных и желтомясных как это отразится на здоровье но угробить практически невозможно вот я имею ввиду ну как бы разделим так пусть это будет слива или ся главное так если вкусная значит не надо ее прививать если не вкусная значит она не самая культурная но чем не культурнее тем надежнее тем более выносливая значит прививку переживет чем ее жарить не подаст вкус прививайте вот здоровье отразится конечно отразится любое привитое дерево это калекая любое даже мои все привиты все калеки вопрос чтобы это калечение было относительно не сказала сильно на продолжительности жизни на качестве плодов и так далее винограда в здравии Виктор Валерий Костич будут в этом году черенки из ваших черенковых садов и черенки слива от вашего супер садовода и черенки слива от вашего супер садовода как в прошлом году ну если так ну черенки будут как я почему каталог не расшила я бы мог про свободу повторить да и все принципами разницы не было бы меня смутил страшный ужасный ужасный засуха и то что есть деревья вот молодежь да просто есть даже я фотографии делал уже сейчас до полутора и более метров режь не хочу на черенки а есть и вот такие приросты а памяти нет а специально и ходить взять это вот это пущу на эти а еще надо Сергея уже на привет брать а он берет врач у меня и я боюсь обещать просто обещать в Чернобаве тоже проблемы с засухой какие-то мы уже ходили смотрели я бы не смотрели ё-моё вот такие приросты я говорю ну давай подойдем впереди осень впереди дожди может нагонят хотя бы до такого размера может нагонят а дождей как не было так и нет дождь продолжается никому ничего не обещаю так в этом году впервые наплодносил семя с персика но плоды пока зеленые а видите не знаю созреть или нет как обстоят дела уважаемые садоводы проживаю в Нижегородской области я вас или не вас но я кого-то вспомнил у кого а плоды зеленые я вспомнил человека который писал что у меня ветки зеленые это означает что они не готовы к зиме а на самом деле зеленый цвет это естественный цвет персиков а здесь не то я сразу не так понял плоды пока зеленые созреть или нет рано еще у нас 30 градусов стоит это жара я ничего не могу понять ничего поделать вместо обычного холода вместо обычных там этих догнивающих фруктов там вместо того как уже листья должны покрываться уже плесенью потому что холодно они уже потеряют здоровье осень зима наносу как будто лето на улице ничего не желтеет лист не опадает у вас такое может быть Ежегородское пока рано делать выводы будем считать созреют вот так фотографии я не знаю о чем идет речь вот и у меня бывало как я никогда не терял друзей потому что если вдруг говорил что надо делать то а я не согласен я никогда не вступал с ним в спор я знаю что это может быть неправильно не честно а вдруг его совет не совсем правильный с точки зрения моей вот я никогда не критиковал не комментировал сохранил дружбу со всеми вот поэтому скорее всего может быть я потом что-то увижу у себя переписки на своем этом на своей почте вот а так получилось что именно со флатуни я совершенно не знаком я знаю общее понятие у нее корни чуть ли не горизонтальные у нее нет центрального корня в одном случае он и в нет это плохо засуху чем питаться будет а в другом случае близко к грунтовой воде и она появляется спасением понимаете а вот взять написать а флатуни это то-то-то происхождение помните как от меня просил человек историю а я про флатуни не знаю так получилось что охватить все сказать Юрий Алексеевич пока он был уже ну-ка быстренько мне подгони саженца флатуни чтобы быстрее было или хотя бы косточек или семечек я сейчас не знаю что такое да я понимаю это неправильно это снижает мой авторитет но охватить все невозможно поэтому этот вопрос не ко мне вот вот